Добрый день всем присутствующим. Добрый день. С вами компания Китфинансы и я Елена Беляева. И наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. Так, давайте смотреть. Итак, давайте будем... Начнем с индекса, как всегда. Когда смотрим на индекс ММВБ, индекс ММВБ вернулся ниже уровня 1710, ниже поддержки. То есть сейчас, если мы смотрим на дневной график, мы видим, что вот этот выход выше верхней границы этого диапазона, он получился как ложный пробой. Но пока ситуация не критична. То есть критично будет, если индекс ММВБ пойдет ниже уровня 1680. Тогда, в общем-то, скорее всего, взгляды на ситуацию будут сильно меняться в худшую сторону. Пока вот текущее снижение можно объяснить, ну, фундаментально вчера было выступление Джанет Йеллен и довольно, на самом деле, неожиданно прозвучали ее заявления. В общем-то, в последнее время рынок уже настроился на то, что в этом году ужесточения монетарной политики не будет, не будут повышать ставки. И вот вчера прозвучало несколько таких заявлений, достаточно убедительных. И вот сомнения в этом появились достаточно серьезные. И в результате доллар снизился относительно евро, золото упало. То есть много и в общем настроения сегодня и на американском рынке, и на европейском такое достаточно пессимистичное. То есть, по сути дела, сегодняшнее снижение рынка, оно вот связано с этим. И также появились большие, такие серьезные основания ожидать в ближайшей, прямо буквально в ближайшей перспективе снижения цен на нефть. То есть, скажем так, вот то укрепление, которое ожидалось, оно, скорее всего, будет, не будет иметь продолжения. Поэтому в текущей ситуации нефтяные бумаги, скорее всего, пока рассматривать не стоит. Следует отказаться от этих вариантов. И вот здесь круг вариантов снижается. И давайте мы сейчас поговорим в свете текущей ситуации, что может быть интересным, так скажем. Итак, значит, смотрим уровень 1680, если он устоит, и если будет обратно заход, тогда будет обратно заход в район 1710, и тогда будем смотреть новые попытки выхода из этого диапазона. Пока, честно говоря, все шансы и ожидания, они постепенно затухают и снижаются. И, в общем-то, вполне возможно, что ничего интересного мы в ближайшее время не увидим. Вполне возможно, будем наблюдать вот это вот продолжение движения в боковике. Вот пока уже картинка таким образом начинает выглядеть. Но пока я, пока вот, скажем так, до следующей недели никакой паники. Просто ждем, смотрим. Сейчас перед праздниками покупателей, скорее всего, найти будет сложно. Поэтому до последних вот два торговых дня сегодня-завтра перед праздниками ничего хорошего, скорее всего, не будет. А вот на следующей неделе тогда уже будем смотреть с учетом поступившей информации и там уже делать корректировки. Вот заход индекса 5 ниже уровня 1710, конечно, очень сильно портит картинку и ожидания. Так, давайте смотреть по отдельным бумагам. ВТБ. Вот от 7 копеек мы ожидали фиксацию. В принципе, мы ее наблюдаем. Пока какого-то разворота и, скажем, коррекционного движения вниз тоже не наблюдается. Пока такое выжидание. То есть здесь где-то примерно критический уровень 6,7 копейки. Если он будет пробиваться вниз, то тогда, в общем-то, это можно рассматривать как начало коррекции. Пока вот сейчас это больше похоже на выжидание. И еще один заход вверх, и может быть даже касание уровня 7 копеек вполне еще может произойти. Поэтому, собственно, пока тут паниковать не стоит. И если позиции не закрывались на максимумах вчерашнего дня, то, собственно, сейчас смотреть по ситуации. Если будет 6,7 пробиваться, то, скорее всего, надо выйти. По «Газпрому». В общем-то, пока ситуация тоже развивается здесь таким, ну, скажем, вполне предсказуемым способом. То есть здесь был у нас выход из треугольника, причем из треугольника достаточно сильно затянутого. То есть выход уже произошел практически после того, как треугольник дорос до апекса. И поэтому здесь чаще всего из таких треугольников выход происходит в боковик. То есть вот такой вариант мы здесь и наблюдаем. Здесь где-то 50,5 поддержка, 56,5 сопротивление. Вот такой вот вариант здесь сейчас имеет место. Но, в принципе, ситуация пока тоже выглядит, ну, не особо, скажем так, угрожающе. Если позиции есть, поддержать можно. Посмотреть, как дальше ситуация будет развиваться. Но при пробое 150 рублей вниз, я думаю, что есть смысл выйти. ГМК «Норникель». ГМК «Норникель» заходил, вот у нас мы рисовали целевой диапазон, куда будут стремиться цены «Норникеля» вот в этом импульсном движении, которое началось в понедельник. Граница этого диапазона 10.300, 10.800. Сейчас мы видим некоторую коррекцию, снова выход из этого диапазона. Сейчас, собственно, нужно смотреть тоже. Пока вот цена подошла к 21 средней, это уровень 10.250. Честно говоря, скорее всего, будет продолжение снижения, и, скорее всего, тут возможные варианты, это где-то район 10.500. То есть, скорее всего, продолжение снижения здесь будет, или 10.500, 10.50, извините, или 10.000. То есть, вот в этот район 10.000, скорее всего, снижения будет. Вот в районе 10.000 смотреть можно будет, возможно, там будет новый вход в это движение. То есть, пока вот сейчас на 10.250, здесь пока под вопросом, то есть, нужно понаблюдать, как ситуация дальше будет развиваться. Скорее всего, перед праздниками будет продолжаться фиксация прибыли, скорее всего, будет движение вниз. Поэтому перед праздниками вообще каких-то позиций, честно говоря, не советую набирать. Лучше пока, если позиции не открывали ранее, лучше подождать праздников. Праздники могут принести сюрпризы, как приятные, так с большей степенью вероятности неприятные. Неприятные почему-то чаще случаются, поэтому вот перед праздниками набираться позициями в ситуации, когда на рынке, ну, так скажем, не сильно хорошая ситуация, смысла не имеет. Поэтому, честно говоря, вот не советую. По лукоилу пока тоже, вот ситуация похожа с Газпромом, тоже был треугольник, тоже выход из него произошел. И, соответственно, сейчас здесь выход произошел тоже в боковик, в диапазон. И пока вот в этом диапазоне продолжается движение, 2,700 верхняя граница диапазона, 2,610 нижняя, 2,600 можно так сказать. Вот. Поэтому пока здесь тоже, если есть позиции, держим, если нет, пока не открываем, ждем, смотрим, как ситуация дальше будет развиваться. В принципе, к лукоилу хорошее отношение остается, но вот последние такие смены настроения и опасения снижения цен на нефть, оно давит нефтяные бумаги. И в текущей ситуации мало кто согласен покупать нефтянку. Поэтому пока, я думаю, что тоже, если нет позиций, то лучше подождать и посмотреть после праздников, какой будет расклад и какое будет настроение. Если позиции есть, то подержать, посмотреть, что будет дальше. Мосбиржа достаточно тоже активно скорректировалась, в общем-то показала слабость свою, то есть бумага довольно слабенькая. И, в общем, достаточно сильно реагирует распродажами на изменение настроения на рынке. Поэтому здесь тоже пока вот покупки, скорее всего, лучше не делать. Если есть позиции, подержать можно, посмотреть, что дальше будет. А вот новые позиции, скорее всего, открывать не стоит. Бумага как-то выглядит слабовато. С МТС. МТС вернулся обратно ниже уровня 265. Но вот МТС, мне кажется, все-таки можно делать ставку. Это такие наиболее, так скажем, три привлекательные акции сейчас на рынке. Это ГМК Норникель, МТС и СургутнефтегазПрев. Мне кажется, что так. И здесь я думаю, что даже текущее снижение, оно пока не нарушает привлекательности этой бумаги. Я думаю, просто здесь движение будет позже, потому как бумага дивидендная, отсечки в июне, поэтому... Ой, даже в июле, 7 июля, насколько я помню. И поэтому я думаю, что здесь все произойдет несколько позже. Поэтому, мне кажется, позиции здесь поддержать можно. И здесь есть еще варианты движения вверх. И я думаю, что где-то район 290 вполне достижим для этой бумаги. Поэтому пока, я думаю, что поддержать. Каких-то там рекордов, скорее всего, не будет. Но дивидендная составляющая, скорее всего, удержит бумагу на плаву. Корректироваться она сильно не будет, скорее всего. И будет потом, в июне месяце, еще немножко подрастать. Но в мае коррекция, скорее всего, на рынке будет. Во второй половине, я думаю, что где-то индекс МВБ в район, может быть, даже 1600 спустится. Так, дальше. Роснефть пока ни о чем, поэтому лучше ничего здесь не делать. Росгидро. Мне кажется, что здесь пока все хорошо. И если есть позиции, держим. Все-таки уровень 60 копеек пока подтверждается. И пока вот никакого ухудшения ситуации здесь не наблюдается. Сбербанки. Сбербанки тоже сегодня достаточно сильно корректируются. Но по Сбербанку от уровня 80 мы ожидали коррекцию. И, в общем-то, все так пока тоже подсказуемо происходит. И здесь на что можно ориентироваться? Здесь можно посмотреть линию тренда. Она вот сейчас как раз, по сути дела, проверяется на прочность. Если она будет пробиваться, то может еще быть ниже Сбербанк в район 74 рублей спокойно может сходить. То есть здесь такая ситуация. Более вероятное продолжение снижения. Такое в коррекционном плане пока. Дальше. Сургут нефтегаз СПРФ пока, честно говоря, не особо радует. То движение, что было в понедельник, оно, собственно, закончилось. И пока в таком выжидании бумага зависла. Но тоже, скорее всего, здесь будет попозже движение. Бумага тоже дивидендная. Ждет просто своего часа и подходящего настроения. Перед праздниками такого настроения мы, скорее всего, не дождемся. Поэтому тоже пока, если позиции есть, держим. Если позиции нет перед праздниками, не увеличиваем свои риски. Вот так, наверное. Поэтому особо призываю к более терпеливому и спокойному выжиданию ситуации. Майские праздники – это достаточно сложный период. И длинные выходные, они всегда увеличивают риски. Поэтому лучше пока отдохнуть и подождать, посмотреть, каким рынок выйдет с праздников, в каком настроении. И потом уже в этом настроении участвовать. Нефть вчера начала снижаться. И, в общем-то, вот эта ситуация уже тоже беспокоит. Потому как рассматривают это снижение как начало такого масштабного коррекционного движения. В район, возможно, где-то 58 долларов или, может быть, даже ниже. Поэтому здесь достаточно сильные такие коррекционные ожидания. И это, в первую очередь, будет влиять на нефтяные бумаги. То есть сейчас к ним такое настороженное отношение появилось. Потому как с нефтью тут довольно все проблематично. То есть вот здесь сейчас на осцилляторе будет пробиваться, скорее всего, трендовая линия. И, собственно, это будет сигналом закрытия длинных позиций по нефти. И сигналом к продолжению снижения. Поэтому здесь такая ситуация негативная с ожиданием продолжения снижения. По рублю-доллару пока, в общем, упорно рубль держится в диапазоне. Даже сегодня есть попытки укрепления рубля. Но такие, так скажем, не особо убедительные. Мне кажется, до 9 мая, по крайней мере, здесь ситуация будет держаться в этом районе. В районе где-то 51 рубля, в районе 50-51 рубля, может быть, 51,5, вот в этом диапазоне. Если после праздников, при открытии рынка мы увидим нефть на более низких уровнях, то, скорее всего, это толкнет доллар к дальнейшему росту. И здесь тогда появятся сигналы на открытие длинных позиций по фьючерсам. Пока вот, я бы сказала, что такая неопределенность некоторая существует, пока здесь особо с позициями спешить не стоит. По фьючерсу на индекс РТС, опять-таки, давайте глянем сначала на индекс. Индекс практически дошел до нашего целевого уровня 1100. Мне кажется, еще один заход вверх мы увидим после праздников. И, скорее всего, цель будет достигнута, и, скорее всего, после этого пойдет майская коррекция. Потому что на мировых рынках майская коррекция уже началась. Эта ситуация все равно будет влиять на наш рынок тоже. ожидания дивидендов будут несколько уменьшать величину коррекции. Но саму коррекцию, скорее всего, это не отменит. Поэтому здесь возможно, что и будет вариант с разворотом. С разворотом здесь, вот этой ситуации. То есть смотрим по линии тренда. Линия тренда, в общем-то, уже готова к тому, чтобы быть пробитой. Если линия тренда будет пробиваться, тогда при пробитии уровня 101 тысяча по фьючерсу, скорее всего, уже будет сигнал для входа в короткие позиции. Поэтому здесь, я думаю, что ситуация движется в направлении шартов в ближайшей перспективе. Так, про Алросу есть вопрос. Про Алросу, что здесь? С Алросой здесь какая ситуация? Пока вот, ну, вчера мы на эту тему говорили, что пока здесь вот ситуация развивается вот в рамках такого наметившего восходящего канала. То есть пока цена держится в рамках этого канала, акции поддержать можно. Если цена будет подходить к верхней границе канала в район где-нибудь 72 рубля, возможно, что и будет смысл закрыться. То есть сейчас вообще вот все повышения, если они будут после праздников майских, повышения рынка, повышения цены, нужно будет использовать для закрытия, скорее всего, длинных позиций. Поэтому нужно на особую такую, скажем так, долгосрочность позиций сейчас рассчитывать не приходится. Поэтому я думаю, что нужно готовиться к этой майской коррекции, сокращать количество позиций. Если цена достигает приемлемых уровней, то позицию сокращать. Поэтому я думаю, что и здесь тоже возможно, что будет смысл выйти при достижении верхней границы этого восходящего канала. Или хотя бы сократить позицию. Новотек еще вопрос. По Новотеку пока, честно говоря, ничего хорошего, наверное, ждать не приходится. В принципе, бумага неплохая, то есть с ней все хорошо. Но здесь вот эта вот линия тренда, которая здесь идет, она достаточно, ну так скажем, далеко расположена. И здесь места для коррекции достаточно много. Поэтому здесь может происходить коррекция вплоть до уровня где-то 450 рублей. Поэтому с Новотеком пока, скорее всего, на ближайшую перспективу есть смысл ждать продолжения движения в боковом диапазоне. То есть, скорее всего, движение будет боковое. То есть, здесь каких-то, так скажем, рекордов тоже ждать не стоит. Если будет еще подход к верхней границе, к району 540-550 рублей, я думаю, что тоже в этом случае можно рассматривать вариант фиксации прибыли. Потому что, скорее всего, майская коррекция, она все-таки будет и она затронет все бумаги. И к тому же, если сейчас с нефтью тоже будет не все благоприятная ситуация на рынке, возможно, будет не очень веселая. Поэтому пока вот так. Пока я думаю, что в какой-то ближайшей перспективе, так скажем, поводов для радости, я не думаю, что у нас будет столько, много поводов. То есть, сейчас вот у новотеков в краткосрочной перспективе мы смотрим 480 рублей. Здесь есть некоторая поддержка. Если она удержит бумаги, то, в принципе, можно подержать бумаги, посмотреть, как они дальше себя будут вести. А вот если пойдет ниже, то тогда уже нужно иметь понимание, что это снижение может быть более глубоким. То есть, первая цель это 455 рублей, а дальше ниже есть еще более низкие цели. Поэтому смотрите по своей ситуации, по своей терпимости к рискам. И, возможно, что тоже есть смысл рассмотреть вариант фиксации прибыли, если она есть. И, может быть, возможно, также сокращать какие-то позиции ко второй половине мая. Вот так, наверное, то, что на сегодня. И давайте на этом будем завершать. Всем спасибо за внимание. До свидания. До завтра. Еще хотела одно объявление сделать. Одно объявление. В понедельник те, кто живут в Санкт-Петербурге, имеют возможность посетить курс 5 шагов к успеху трейдинга. По крайней мере, первый день бесплатный. Есть смысл сходить послушать. И у кого появилось желание, можете регистрироваться на сайте. И подходить там дальше уже после первого дня, решите, надо вам или это, или не надо. И будете вы продолжать обучение или нет. Поэтому для всех питерцев такое предложение. И используйте его, если у вас есть такая возможность. Все. Всем спасибо. И до свидания. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok